От того времени все, кто прорвется в его наследники и к власти, почти автоматически получают все вышеуказанные звания, привилегии и право руководить обществом и народом. Как говорится, элиты правящие никогда не страдали скромностью, а наоборот, внешне играя в демократию, показывали, сколь смешны и позорно неуместны. Их притязания на нее. Таков был и новый принцип, именуемый отныне император Цезарь Август, сын божественного, ну то есть Юлия. Хотя официально он заявил, как будто следующее. После того, как я потушил гражданские войны, я передал власть над государством Сенату и римскому народу. Вероятно, понимая все вышесказанное проще и так. Я – это и есть Сенат и римский народ. Но граждан обмануть непросто. Все все так и поняли. Недаром будто был Корнелий Тацит или все-таки Брачулини, который начнет свою историю такими словами. После битвы при акции, в интересах спокойствия и безопасности, всю власть пришлось сосредоточить в руках одного человека. Смута, как говорится, учит, коли она реально и действенно, как учитель. Что же это за империя появилась среди Зеноморья? Кто там захватил власть? Откуда пришли эти римляне? И являются ли они действительно уроженцами прекрасной Италии? Или захватчиками и паразитами, пришедшими с юга или юго-запада? Или вообще случайно соединившиеся на некое время с землей параллельного мира? Это некими там псоголовцами, как утверждают некоторые исследователи, например, Шимшук. Но будем спокойны, обстоятельны и последовательны. И опять, к сожалению, вернемся к официальной, неправильной в большинстве историографии и свидетельствам других. От трудовых произведений которых кое-что сохранилось, а не так, как от истории Страбона. Итак, что же это за империя? Мучит нас этот вопрос постоянно. Или даже спросим более того, что же это за экуминна? От страны восходящего солнца и до края его заката царит величие империи. Нигде не смеет нарушить приказов Цезаря. Блажь, конечно, больше выдумаемая, желаемая, задействительная. Однако не те, кто пьет воду голубого Дуная, Ни гетты, ни серы, мол, хинчики или китайцы. Как хотите. Ни парфяне, ни уроженцы далекого края Удона, то есть даже наши предки. Так писал восторженно Гораций. И вы еще верите, что это можно было написать две тысячи лет назад? На рубеже так называемых наших и не наших эр. Бред какой-то. У вас в мозгах и каша вдолбленных и не ваших сведений и знаний, если вы в этом уверены. Вам, конечно, мало этого. Вы все еще верите официальным историкам, ясное дело. Друзья, но ведь это не знание, не наука. Это всего лишь идеология. Более стоически настроенный Плиний старший, хотя и в русле вышесказанного говорил о безмерном величии римского порядка. Даже наш рассудительный и осторожный Страбон тут не удержался. Или его не удержали от похвал в адрес императора. Правда, уже после его смерти. Ну и что из того? Наоборот, легче это делать, когда культ уже оброс жирком, и его можно начинать золотить, чтобы сало не было слишком сальным, а масло масляным. То есть надо утвердить его на века. И он будто бы пишет, что касается самой Италии, хотя ее нередко раздирала борьба партии, и Рима, то совершенное государственное устройство и доблесть властителей помешали им дальше идти гибельным путем заблуждения. Впрочем, нелегко управлять столь обширной империей, иначе, чем в вере в ее заботам одного лица, который будет ей как отец родной. Во всяком случае, никогда раньше римляне и их союзники не наслаждались столь продолжительным миром и таким изобилием благ, как при Цезаре Августе, с того момента, как он приобрел неограниченную власть. Абсолютизм, одним словом, и все-таки, в какой это империи обширной он все это говорит, и о какой империи он постоянно нам твердят, как и все вот эти Горации, Плинии и прочие тациты, явной или все-таки воображаемой? Впрочем, о том, как все это становилось и утверждалось, найдем немало в описаниях Полибия, Корнелия Непотта, Диадора Сицилийского, Тита Ливия, Брачолиниса, Люстия, Артемидора Эфесского, Поседония. Поседония также, подобно чему все от души возрадовались, наконец, восстарил долгожданный мир, покой, благоденствие и все благодаря Цезарю Августу. Кто уже будет помнить его первоначальное имя Октавиан? При должной пропаганде, будьте уверены, можно ад превратить в рай, а рай в пекло. Как видим, это также ни лично, ни повлиять и на нашего Страбона не могло. Может, тогда он и решил, учитывая как свои интересы, так и реальные возможности, детально описать, чтобы оставить след памяти потомков этот новый блистательный мир Цезаря Августа. Отметим, что по-нашему, не сохранившийся же его исторический труд, вполне мог содержать нечто, противоречащее описанию вышеупомянутых авторов, крамольные по духу, да и с более-менее нежелательными подробностями о понтийском государстве и царе Метрида Теевпаторе. Впрочем, пока наши гадания тут неуместны, оставим разбор полетов на лучшие для нас времена. А вот как будто бы сам Страбон высказывался в первой же главе своей книги географии о своих интенциях и побуждениях к написанию ее. После того, как я издал исторические записки, отметим, издал, то есть напечатал им, эта описка скорее опечатка позднейших бумагоморателей или все-таки нет, которые, как я думаю, принесли пользу для моральной и политической философии, то есть тогда в том числе и Страбон описывали не факты, а строили так называемые философско-моральные концепции. Я решил написать и настоящее сочинение, и этот труд построен по такому же плану и адресован тому же кругу читателей, подобно тому, как в моих исторических записках упомянуты лишь события из жизни выдающихся людей и мелкие бесславные деяния опущены. Так и здесь я не намерен касаться маловажных и незначительных явлений, а займусь предметами славными и великими, заключающими в себе нечто практически полезное, достопамятное или приятное. Еще раз заметим, значит почти отсутствие описаний Афин, великих и еще более великих пирамид у него подпадают под такие положенные характеристики, или допустим другое, в его время их вообще не существовало, или они были слишком малозначительны и только лишь существовали как проекты и фантазии. Вот это вопрос вопросов. И далее, когда мы судим о достоинстве колосов, значит должен быть знать и пирамиды, и Парфенон, и творения Фидия или нет. Мы не исследуем тщательно каждую часть в отдельности, а скорее исходим из общего впечатления и стараемся понять, хороша ли стать туя в целом. Гуд, сами понимаете, что тут все перемешано, и наши комментарии, и цитаты из Трабона. Точно так же следует оценивать и мою книгу, ибо она в известном смысле является трудом о колоссальном. Ага, теперь понятно. Афины и пирамиды – это слишком мало для него. Мы уже обратили на это внимание. И почему? Труд этот, пишет он, касается явлений особой важности и охватывает весь свет, кроме тех случаев, когда и малозначительные предметы могут представить интерес для человека любознательного или практического деяния. Значит, все, что севернее, южнее, западнее Геблартара, восточнее малой части Индии, южнее Ливии, малозначительные или скорее неинтересные, потому как мир Трабона именно таков, каков есть. Все это, говорится, утверждает Страбон для того, чтобы показать, насколько данное произведение важно и достойно философа. Ну, теперь понятно, друзья, это опять никакой не труд по географии, а скорее философское сочинение, основанное на примерах, как и предыдущий Страбонов исторический труд. Вот только он не сохранился, а с географией мы можем познакомиться. Почему? И это тоже интересно. А вот и более значительное утверждение себя любимого Страбона по сравнению с предшественниками. Если я решил писать о предмете, который уже многие разрабатывали до меня, то я вовсе не заслуживаю порицания, если не докажу, что изложил предмет в той же манере, что и мои предшественники, хотя они и создали блестящие труды в разных областях географии. Я полагаю, однако, что большую часть работы еще предстоит сделать, молочина, и сделаю ее я, Страбон, а если я окажусь в состоянии хоть кое-что прибавить сказанному или сказанному ими, то уже одно это достаточное оправдание моего начинания. Вероятно, это место подлинное, и никакие переписчики не сказали бы его зачем и почему. Для правдоподобности именно такой был характер Страбона. Считается, что к написанию своей географии он пришел около 60 лет уже жизни, хотя, вероятно, собирал материалы и записывал видимое и слышимое у других и о других уже давно, то есть почти всю свою жизнь. Что же он мог почерпнуть из имевшегося в то время? Это, во-первых, аналы Александрийской, Пергамской и Римской библиотек. Вот откуда у него длинные цитаты из старинных свитков. Но даже и не только это, еще Страбон любил и много путешествовать, как об этом говорит сам. Вот где пища для ума, вот где можно почерпнуть реальные впечатления. То есть найти подтверждение, описываемому другими или перепроверить их собственными глазами. Это кого угодно подтолкнет дорогу. Коль к тому, есть еще и средства и возможности материальные, так как путешествия во все времена, даже в наше, дело не дешевое и затратное. Быть может, недошедший исторический труд Страбона дал бы такую возможность, или кто его знает, некие родовые сокровища и бриллианты. Ха-ха-хи-хи, все допустимо, все реально, и наш Страбон отправляется в дорогу, так как географу это даже более необходимо, чем историку. Возможность именно увидеть и навела его на мысль позднее писать все в столь необычном до него сочинении географии. И мы с интересом и удовольствием попробуем последовать за Страбоном по его фантастическому и для нас, признаемся, пока еще невообразимому древнеантичному миру. Попробуем поверить тому, что видел Страбон и описал. Говорят, что уже и во времена те был популярен туризм и посещение знаменитых мест исторических и географических. Весьма приветствовалось, конечно, теми, кому это было посредством, ну а невольным и подневольным путешественникам везде у нас дорога и поныне. Правда, не странно ли уже тогда, будто бы тысячи лет до нас достопримечательности представали подчас, как груда развалин? Нас это не удивляет. Катаклизмы, странные катастрофы, потопы. Не удивляет и современных историков, жестокость, мол, завоевателей, считавших своим долгом сжечься или разрушить, иди, так сказать, по пути завоеваний других народов и стран. Как? Ну ладно, не будем тратить наше драгоценное время на повторение официального бреда. Но, одним словом, древность ценили всегда во все времена. И чем древнее, тем лучше, тем прибыльнее и во всех смыслах, и даже в ущерб правде. Достаточно поездить по всем этим современным Египтам, Израилям и Мексикам. Уши вянут и немеют от лжи и тупости гидов, археологов и паранормальных толкователей артефактов. Там тысячи, десятки тысяч лет норма, а порой и до миллионов доходит. А то, что в природе редко что хранится более нескольких сотен лет, и то при условии постоянной консервации и бережливости, это мало кого заботит. Лапшу на уши навесят, так и ходят, поедая ее друг у друга. Но и при страбоне уже можно заметить, отношение к древности было также весьма различным. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok